Вы слушаете Радио России Дагестан. Сегодня в программе с участием заместителя главврача Республиканского Центра общественного здоровья и медпрофилактики Элеоноры Цахайна-Алеевой и руководителя Центра здоровья городской клинической больницы Ольги Валерьевны Родионовой. Я приветствую вас. Цель этой программы. Целью программы укрепления общественного здоровья является выявление факторов риска неинфекционной природы, изменение поведения работников, снижение избыточного веса и в целом изменение рабочей среды. То есть эти программы направлены на трудовые коллективы, важны все моменты, которые идут в связке с улучшением производственных условий в плане оздоровления. Ваш центр раньше назывался Республиканский Центр медпрофилактики, а сегодня добавилось и укрепление общественного здоровья, потому что непосредственно ваш центр работает над реализацией этой программы. Да, у нас присоединилось такое словосочетание, как общественное здоровье, в связи с тем, что по нормативным документам Минздрава Российской Федерации к нам еще добавились функции. И вот эти функции как раз и связаны с укреплением общественного здоровья, с разработкой и внедрением модельных корпоративных программ в рабочей среде. И в связке с этим мы должны быть координирующим органом, который обучает по составлению и внедрению программ. Елена Рацахайна, вообще понятие общественное здоровье – это объемное понятие. Мы понимаем, что в школах это уроки физкультуры, в вузах тоже есть физкультура. Ну а человек ушел в трудовой коллектив – это уже как бы его личное право. Есть у нас, конечно, молодежь активная, которая занимается спортом, посещает различные спортивные секции. Ну а основная масса людей, находящихся на своем рабочем месте, занятые трудовым процессом. Хотя в советские годы было такое, пятиминутки, по-моему, да, они как-то назывались. А знаете, как раз у меня опередили, вот это идет возврат в то время. Я согласна с вами, подростки, дети, они все-таки более активны сами по себе как таковые. Но уже трудовой коллектив, он более инертен. Поэтому здесь в первую очередь такие моменты, как борьба с гиподинамией, то есть с малоподвижным образом жизни. Внедрить производственную гимнастику, которая также была раньше. А она разработана, эта производственная гимнастика, есть этот комплекс упражнений? Конечно, есть определенный комплекс упражнений, несложных. Сегодня вы уже рекомендуете их, да? Да-да-да, мы уже рекомендуем. Мы пробовали непосредственно с коллективом все это выполнять. Но, скажу как есть, вот это как бы идет, нарастает на фундаменте. Также хочу еще такой момент озвучить, что наряду с профилакцией гиподинамии сама программа распределена на блоки. Это вот один из блоков. Сюда также входит блок «Здоровое питание и рабочее место». Далее блок, связанный с профилактикой и борьбой с табакокурением, потреблением алкоголя. Далее блок в борьбе со стрессом. То есть они в таких всех направлениях. А как мы к нему подходим, когда непосредственно разрабатывается программа, у нас на местах должны быть рабочие группы, помощники в реализации. Вот эти рабочие группы обязательно нужно провести анкетирование, чтобы мы понимали, каков предмет профилактики или же каков предмет оздоровления. И чаще всего даже из того анкетирования, которое на сегодняшний день проводилось на рабочих местах, преимущественно выявлены факторы риска, такие как стресс, артериальная гипертония, гиподинамия, питание. Мы увидели картину, что в этих направлениях больше необходимо вводить практики. Вот, например, если вы позволите, один из блоков, как рабочее место и питание. От нас, я уже говорила, что контролирующий методический центр недавно... Вы только рекомендации, наверное, да, можете давать, Леонора Цахайловна? Ну и, конечно, разработка. Мы должны в помощь разработке обязательно. Но в основном рабочее место и питание, это, наверное, зависит от работодателя в трудовом коллективе. Конечно же, большое значение будет иметь содействие руководителя. Вот, например, в связке вот с этим блоком мы рекомендовали, это опять-таки уже с посыла и Минздрава Российской Федерации, которые нам предоставляют материалы, что необходимо по возможности определить места, где будет кулер с водой, чтобы в доступе свободном. Далее, по возможности определить какое-нибудь место для приема пищи. Ну, конечно же, его надо и оборудовать, соответственно. То есть посуда, умывальник, техника для разогрева еды, проводить внутри уже учреждения конкурсы на, например, полезное блюдо. И уже непосредственно кто выигрывает. Симулировать это человека, что это блюдо оказалось наиболее, так сказать, полезным. Или же такой момент, как наглядно агитационное направление, разработка печатной продукции разной формы. Это и буклеты, памятки, листовки на соответствующую тему, где есть рекомендации. А не получится ли так? Сегодня такой большой поток информации, да, что просто они будут смотреть и не будут читать вот этот агитационный, этот материал. Конечно, этот момент тоже может иметь значение. Я не могу не согласиться, но мы очень надеемся на ту рабочую группу, которая практически будет таким проводником. Эта программа уже... Она стартовала с 2020 года в 10 пилотных медицинских организаций. Две поликлиники городские, 4 районные, 2 городских и, получается, 2 республиканских учреждения. Вот мы взяли такую различную структуру лечебных учреждений, где можно было реализовать. И сегодня что мы можем сказать? Мы проработали в течение года, да. Мы вот думали, насколько это будет, тяжело ли это пойдет. Или, как вы знаете, все-таки какие-то предварительные результаты к концу года тогда эти учреждения показали. Было выявлено, что несколько повысилось занятие физической культурой. Они пересмотрели рацион питания, исключили, так сказать, вредные факторы. Активизировались, кто приобщился к занятиям ходьбой. Ходьба тренирует сердечную мышцу. Все крупные мышцы работают. А теперь вы, наверное, тоже слышали применение скандинавской ходьбы. Считается, что там полностью опорно-двигательный аппарат целиком включается, как верхние и нижние конечности в двигательный процесс. Конечно, приветствуется и практически реализовывается. Есть определенные индикаторы этой программы. Вы уже сказали, это борьба с лишним весом. Программа предусматривает определенные так называемые целевые индикаторы до каких-то величин, к которым мы хотели бы дойти. И вот среди них, как вы уже назвали, есть также снижение заболеваемости ожирением, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой. Далее снижение смертности мужчин трудоспособного возраста, снижение смертности женщин трудоспособного возраста, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и увеличение количества граждан, прошедших обучение в школах здоровья. Здесь эти учреждения в пилотном режиме работают. Вы уже сказали, что есть какие-то определенные показатели. А где они, эти показатели, отработаны? На каких предприятиях вы можете сказать, что уже эта программа работает? Вы знаете, этими предприятиями являются наши же медицинские организации. Именно работа с коллективом, то есть сам коллектив этим занимается. То, что работу проводят с населением, это одно направление, да, безусловно. Но данная модельная программа, она направлена непосредственно на сотрудников. А ими занимается вот та самая рабочая группа, о которой я говорила. Ну, вы можете сказать, какие предприятия уже, где созданы такие рабочие группы? Каспийское ЦГБ, Буйнакское ЦГБ, Центральные городские больницы, да. Центральные районные больницы, Сергоколинская, Кайтакская, Магаранкенская. Далее, получается, поликлиники, участковые поликлиники взрослые, 9-я, 8-я. И республиканские учреждения, это республиканская станция переливания крови, Республиканская психотерапевтическая поликлиника. Они все в 2020 году. В 2021 году уже запущены во все медицинские организации. Республиканские центры медпрофилактики, я вас называю, старые привычки. Вы разрабатываете рекомендации. Да. А вот Ольга Валерьевна у нас работает в Центре здоровья городской клинической больницы города Махачкалы. Кстати, с этого года они активно начали внедрение модельных программ. Вообще, Центр здоровья функционирует где-то 10 лет. И вот на базе этого центра сейчас реализуется эта программа укрепления общественного здоровья. Да, вы правы, наш Центр здоровья функционирует уже несколько лет. И основное его направление – поддержание здорового образа жизни и мотивация к здоровому образу жизни именно среди населения. А с этого года в рамках реализации проекта укрепления общественного здоровья мы создали 4 модельные корпоративные программы, которые направлены на укрепление здоровья сотрудников городской клинической больницы. Это, знаете, как вот сапожники без сапог. Все считают, что медики, поскольку работают в медицине, должны все знать и все делать. Но на самом деле… Они не должны болеть. Да, они не должны болеть. Они должны вести здоровый образ жизни. Они не должны уставать. Но на самом деле все эти проблемы, естественно, есть во всех медицинских организациях. После пандемии COVID, к сожалению, выгорание профессиональное, переутомление, стресс – это все также дало о себе знать. Нельзя сказать, что медработники самостоятельно могут мотивировать себя. Кто-то, конечно, да, но в большинстве своем мотивировать себя еще на ведение здорового образа жизни и профилактики факторов риска им сложно. И в этом должна быть поддержка. В нашей городской клинической больнице мы центром здоровья рабочей группой реализуем 4 программы. Это программы, направленные на правильное питание с контролем массы тела. Это программа, направленная на профилактику гиподинамии, то есть увеличение подвижного образа жизни. Третья программа – контроль артериального давления и поддержание его в норме. И сохранение психологического здоровья, противостояние стрессу. И в эту программу вовлечены все сотрудники клинической больницы. Любая новая программа, любой проект, он всегда сталкивается с тем, что часть людей, они достаточно активно хотят участвовать. Также есть небольшая часть людей, которые не верят в реализацию ни одного проекта, ни одной программы и не хотят участвовать. И вот большая часть – это колеблющиеся. И задача при реализации любого проекта – это, конечно, вначале выбрать некую фокус-группу активных людей и привлекать их. Потом на их примере, те, которые сомневались, постепенно вовлекаются и они. У нас программа реализуется с апреля этого года. Мы провели анкетирование, выявили основные факторы риска. Как Элеонора Цехаевна сказала, основные эти же факторы риска, связанные с гиподинамией, неправильным питанием, психологическими какими-то проблемами, стрессом, они есть и в нашем коллективе. И мы на основании тех методических рекомендаций, которые нам предоставил Республиканский Центр профилактики и укрепления общественного здоровья, мы создали модельные корпоративные программы, рассчитанные именно на наш коллектив. И постепенно стали проводить различные мероприятия. Например, по правильному питанию. Конечно, наглядные материалы тоже, то есть размещение каких-то плакатов и так далее, это все нами проводится. Мы вот заметили, что очень эффективно вовлечение самих сотрудников. К примеру, мы провели конкурс санбюллетений лучших по правильному питанию. Когда сотрудники сами ищут эту информацию, готовят ее, сами рисуют эти плакаты, и она висит у них в отделении, это будет та информация, которая не пройдет мимо. Кроме того, мы провели конкурс на полезное блюдо. Это готовили? Да, это готовили дома, принесли с утра. Все там очень переживали, чтобы все было теплое, все было красивое. Накрыли шикарный стол. И вы знаете, в таких конкурсах люди раскрываются их таланты, те, которые в обычной рабочей обстановке незаметны. Например, у нас одна медсестра приготовила 8 блюд. Выяснилось, что она очень увлекается правильным питанием. Она проходила различные марафоны. Она принесла вот эти очень красиво украшенные, очень вкусные блюда. Другие тоже есть участники с разных отделений. И люди вовлекаются вот в процесс постепенно. Когда они принесли все эти блюда, все были очень заняты и сказали, мы оставляем, подписываем и уходим. Но в итоге, когда они увидели, что мы пригласили еще с Республиканского центра как раз диетолога, она комментировала каждое блюдо. Была еще комиссия, которая оценивала на основании тех заключений, которые дала диетолог, а также по внешнему виду, по оформлению, по названию, по представлению защиты своего блюда. Конкурсная комиссия оценивала. И остались защищать эти блюда и смотреть. И те сотрудники, которые их принесли, и еще сотрудники с их коллектива, все оторвались от работы. Многие. Им было очень интересно. Получился яркий, интересный конкурс. Те, которые опоздали на дегустацию, сказали, в следующем году обязательно проводите, почему мы не успели. Ну, это получилось очень интересно. Вот такими вот практическими какими-то способами можно потихоньку-потихоньку мотивировать хотя бы активных людей. И те, которые попробовали блюда полезные, увидели, что они могут быть и вкусные, и красивые. Естественно, они стали просить какие-то рецепты. И вот этот вот плавный такой ненавязчивый обмен информацией, он позволяет вовлечь большее число людей. К тому же у нас во всех конкурсах обязательно поощрение победивших. Вообще для реализации этих программ, мне кажется, необходимы три фактора. Конечно, должна быть сама рабочая группа, которая достаточно заинтересована это делать. Но без еще дополнительных двух видов поддержки, на примере нашей организации, я думаю, реализовать было бы сложно или практически невозможно. Это обязательно должна быть поддержка руководителя. Но вообще любой руководитель, он в целом-то и заинтересован в том, чтобы у него сотрудники были более здоровые. Это понятно. Сентильные жизненные позиции, здоровые, жизнерадостные. Да, чтобы они меньше болели, меньше уходили на больничные и так далее. То есть это в его же интересах. Да, и помощь профсоюза, потому что такой из статьи, к сожалению, пока эта программа не финансируется, может быть, в дальнейшем она получит какое-то финансирование. Помощь профсоюза – это стимулирование именно материальными методами. У нас после каждого конкурса в городской клинической больнице награждение победителей, оно происходит на аппаратном совещании. Это медсестра, врач, заведующий, не имеет значения, санитарка. Весь коллектив видит, весь коллектив учат. Да, на аппаратном совещании, где главный врач, заместители главного врача, все заведующие. И главный врач лично вручает грамота в рамочке от профсоюза. У нас всегда поддержка профсоюза, полное понимание в этом отношении. Обязательно стимулирует конверт, то есть материальное поощрение. Прийти в эту среду, получить такое награждение. Это мотивирует на участие в этих конкурсах. Есть ли индивидуальный подход? Индивидуальный подход, конечно, есть. И он заметен сразу. Вот у нас еще был проект, например, в рамках модельной корпоративной программы по профилактике гиподинамии, в марафон здоровья, приглашали всех желающих. Они могли ходить, ходить определенное количество шагов. Каждый вечер они скидывали, сколько шагов прошли. У всех сейчас есть мобильные телефоны, приложения. И мы потом выбирали победителя. И вот мы провели свой внутренний такой марафон. Тоже выявились свои активные сотрудники. А потом мы присоединились к всероссийскому проекту «Человек идущий». Они разработали свое собственное приложение. Это приложение, помимо того, что считаются шаги, оно еще выдавало индивидуальные консультации по здоровому образу жизни и так далее. Мы создали тоже команду городской клинической больницы. Команд было очень много по всей России, разной организации. Призовое место мы не заняли, но польза, которую мы получили, и наши сотрудники, которые участвовали именно в ходьбе, польза для здоровья, она, конечно, была. Кроме того, в таких проектах в одной команде оказываются люди с разных отделений. Они знакомятся. Это интересно. Это тоже вовлекает. Это команда образования какое-то происходит. Например, медсестра с центра здоровья, наша одна, ей 65 лет. Ей важно было, чтобы она в рейтинге была на первом месте. Вот в нашей команде она проходила больше всех. Два месяца длился этот марафон. Она ни разу не скатилась на вторую или на третью позицию. И вот действительно ходила в парк, вот этим занималась. Но кроме вот таких уникальных случаев есть те, которые, допустим, врач зовет свою подругу, потому что одной скучно ходить по парку, и вовлекается потихоньку еще кто-то. Понятно. Коллектив городской клинической больницы будет здоровым, дружным. А как же с пациентами, которые обслуживают городская клиническая больница? Ну, если коллектив будет здоровым, то, соответственно, больше возможностей будет оказать качественную медицинскую помощь. Вообще на базе вашего центра здоровья есть определенные кабинеты? Это же внутренняя вот эта вот программа. Основное направление – это, конечно, оказание помощи населению. Все проходят. Первый этап – диспансеризация. Большая его часть осуществляется у нас в кабинетах. Измерение авторефрактометром зрения, внутриглазного давления, спирометрия. Техническая база, действительно полностью. Да, полностью биоимпеданс у нас проводят. То есть это соотношение жировой, мышечной ткани, водной части организма. Вот, кстати, сотрудников в рамках этой программы тоже сотрудники посетили наш центр здоровья. Кому как удобно. Прошли обследование на этих же аппаратах. Получили индивидуальные рекомендации, выявили факторы риска. Получили рекомендации по их коррекции. Кто-то стал регулярно приходить к нам, смотреть, как изменились его показатели. Населению, конечно, это неотъемлемая часть нашей деятельности. И большинство наших акций, мероприятий, они все направлены на помощь населению. Но вот эта программа, о которой мы говорим сегодня, она касается самих медработников. Леонора Цахаревна, старт взят был в медучреждениях. Но в планах, естественно, есть и трудовые коллективы. Охватить это работой. Да, безусловно. В планах есть трудовые коллективы, потому что даже по последнему совещанию с Центром профилактического медицинга города Москвы, замдиректора, сказала, что это хорошо говорить, что вы включили медицинские организации. Но нужно не забывать, что работа нацелена на трудовые коллективы. Заводов, фабрик, предприятий, учреждений. Поэтому в связи с этим мы начали такую работу в Росстат нашей республики. Далее продолжаем в Министерстве образования. Провели на базе первого этапа, где создается рабочая группа, проводится анкетирование, выявляются факторы риска. А уже следующий этап – это разработка и внедрение непосредственно программ. Для того, чтобы, наверное, охватить существующее учреждение, нужно будет, наверное, не один год, да? Ну, я так думаю, что эта работа не будет такая быстрая. Ну и в первую очередь здесь, наверное, мера ответственности каждого за себя самого, насколько он относится к своему здоровью. Одной из целей и является ответственное отношение к собственному здоровью. Я сама была приверженцем здорового образа жизни. Я думаю, наверное, многие медицинские работники всё-таки более как-то ответственно относятся к своему здоровью. Но когда стали уже мы говорить именно в этом направлении, я не скрою. Я больше хожу пешком. У меня занятие получалось так, что три раза в неделю ритмическую гимнастику. Теперь я чуть ещё увеличила их до пяти раз в неделю. Знаете, мотивация произошла из-за того, что сам говорю и не делаю. Так не пойдёт. Надо начинать себя. И в рационе питания я увеличила. Крупы, хлеб грубого помола, зелень, ягоды. Это не означает, что я это не ела, но где-то, конечно же, допускались такие моменты, что упускала. Хочу сказать, что изменения по отношению к самой себе. Человек целый день просидел на работе. Естественно, он бежит домой. Дома семья. Надо что-то делать, готовить. Но есть определённый круг обязанностей. Я говорю о женской половине, которые никак не снимаются эти обязанности. И вот выкроить время именно лично для себя. Это, наверное, надо немножечко любить себя. Ну это да, это конечно. Вообще, вы какие бы советы, рекомендации дали бы сегодня тем, кто слышит вас в эфире? Я бы посоветовала скачать приложение по подсчёту шагов. Когда у тебя такое приложение, и ты знаешь, что вечером ты увидишь определённый результат, ты подумаешь, я лучше схожу, эти ещё какие-то 100-200 шагов добавятся. Сейчас достаточно приложений, которые мотивируют тот результат, который он видит ежедневно у себя на экране. То есть, начинать с малого. Не идти сразу на двухчасовую прогулку. Или ищет на центр какой-то, да? Да. Хотя бы на работе пройти с лишний раз, если можно. Подняться по лестнице дома, а не на лифте. Если вы добраетесь на работу на общественном транспорте, допустим, то выйти на одну остановку пораньше. Или припарковать машину немножко подальше и пройти пешком какое-то не такое большое расстояние. Можно начать с таких небольших изменений. Опять же, вы упомянули готовка. Да, готовить женщине нужно, но она может отдать предпочтение более полезным блюдам. Уменьшить содержание жирного, сладкого. Эта программа рассчитана на то, что человек не только сам, сотрудник какого-то коллектива, поменяет свой образ жизни, но потихоньку это как-то на его семью тоже должно влиять. И женщина в этом плане имеет преимущество. Она готовит, и вся семья ест, что она готовит. На это всё, конечно, нужно время. Да, но она может заменить какие-то блюда, добавить больше овощей, больше круп. И в этом поможет тоже, если у неё есть какие-то знакомые, подруги, круг общения. Или даже много разных марафонов. В телефоне, в интернете, к которому она может присоединиться. В начале, на первом этапе нужна какая-то всё равно внешняя мотивация. Это помогает, когда есть группа определённая. А потом, когда это уже входит в привычку. Вот у нас, допустим, марафон закончился, но вошло в привычку у людей ходить. И сейчас это уже вошло в привычку, это уже сейчас легко становится. И у нас, допустим, в больнице тоже реализуется ещё проект «Психологическое здоровье». Одна из корпоративных программ – это направление на сохранение психологического здоровья. Потому что после ковида значительно возросло количество различных тревожных расстройств, панические атаки у тех, у кого они раньше не были. Такие пациенты у нас попадают в кардиологическое отделение, в терапевтическое. Кроме тревожных расстройств, сейчас вот в связи со всей обстановкой и с отношением внутренней тревожностью, неуверенностью, это ещё какие-то вот стрессовые расстройства могут быть. Сейчас они действительно все увеличились. И в ГКБ есть психологическая служба. Они оказывают помощь как амбулаторно, то есть просто пациенты записываются, к ним приходят, так и пациентам стационара. Что для человека самое главное в жизни – это его здоровье. Красота – это здоровье. Благополучие, состояние – всё у тебя будет, если ты жив здоровый на своих ногах. Знаете, есть тоже такая фраза – «Грамм профилактики стоит килограмм лечения». Мне она всегда нравится. Это лишняя доказательство того, что на самом деле лучше предупредить. С пожеланиями здоровья я прощаюсь с вами. Напомню, что сегодня гостями нашей студии были замглаврачи Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Илеонора Алиева и руководитель центра здоровья городской клинической больницы Ольга Родионова. Оговорили мы о реализации государственной программы Дагестана «Укрепление общественного здоровья». «Укрепление общественного здоровья» «О crushing!» «Укрепление общественного здоровья» «Укрепление общественного здоровья» «Сそれ aquest área от�овive на женос градусов я8-2707-220타�rand». «Олив Pearlstein 힘�خrat» «Укрепление общественного здоровья» « sees בה освободны» «Круглики и possível вернутся». «Укрепление общественного здоровья» «Есть явно себя» «Вернутся в об مش atau еду здесь» «Вернутся что бы mínimo оно же» «По рожд USC Assad». Субтитры сделал DimaTorzok